Как правило, кроме нашего кода, проект использует какое-то количество внешних библиотек. Например, jQuery, AngularJS, ReactJS, или в данном случае я взял библиотеку Lodash. Самый простой способ подключить библиотеку, это, конечно, просто TagScript, и здесь она берется из CDN. Ну а в приложении мы можем просто использовать глобальную переменную, которую эта библиотека создает. В данном случае, так как это Lodash, то глобальное переменное подчеркивание. То есть Lodash создает эту переменную с таким именем, и в нее кладет большое количество всяких полезных функций. Соответственно, мы можем взять, к примеру, подчеркивание Plag. Это функция, которая из массива объектов создает новый массив, содержащий определенные свойства этих объектов. То есть в данном случае Plag.UsersName – это массив из неймов. Для сборки этого проекта я сделал базовый конфиг. Как видите, ничего особого. И ничего особого при запуске сборки у нас генерируется App.js, в котором нет ничего, кроме шапки и нашего базового модуля. Как видим, пока все очень просто. Никакого вебпека даже еще нет. Единственное, может уже возникнуть некоторая сложность, если наш или какой-то другой сторонний модуль захотят про-рекварит Lodash. То есть если есть след подчеркивание, равно require Lodash, то сборка уже не сработает. Вебпек. О, ошибка. Оно не может найти модуль Lodash. Ну естественно, он же не установлен. Тем не менее, эта ситуация бывает на практике, как правило тогда, когда у нас используются разные сторонние модули, и некоторые из них используют внутри себя Lodash. И мы хотим вынести этот Lodash в CDN. Вместо слова Lodash можно поставить любую другую библиотеку. Эта библиотека используется модулями, мы хотим ее вынести. Для того, чтобы такое require работало, несмотря на то, что библиотека в CDN, мы должны в wp-config прописать externals. Externals – это объект, в котором ключами служат названия модулей, в данном случае Lodash, а значениями служат глобальные переменные, в данном случае подчеркивания. Если мы requirem Lodash, то externals сделает так, что вместо Lodash будет вот такая глобальная переменная. Перезапускаю сборку. И вот что у нас получилось. App.js. Обычная шапка. И под ней, обратим внимание, забавная штука, видите подчеркивание. Подчеркивание теперь в wp-ковский модуль. Модуль с гордым ID-шником 1. Этот модуль выглядит так. Модуль экспресс равно подчеркивание. То есть в качестве результата require Lodash будет подставлено подчеркивание глобальная переменная, которая создается CDN библиотекой. Таким образом, CDN библиотека отлично интегрируется в нашу сборку.